Здравствуйте, мои дорогие друзья! В моем саду есть удивительно полезные и продуктивные растения. И некоторые из них попали ко мне совершенно случайно. Это не есть заслуга моя, какая-то прозорливость или что-то. Вот это растение, которое является ежевикой. Одна желтая, а вторая такого цвета, как ежевика, попала ко мне под видом малины, по какой-то смехотворной цене на базаре я купила. Эта малина называлась, какая-то супер-пупер урожайная. Но на самом деле это ежевика. Она колючая, у нее такие же плети. Посмотрите, сколько цветочков. Вот это безотказное растение. И место, которое оно занимает, совершенно оправдано. Очень она мне нравится. Вот это аземина. С ней мы будем разбираться, потому что она требует опыления. Но в этом году муж решил применить очень странный метод. Я сначала остановлюсь на опылении. Какого опыления она требует? Она сначала выпускает цветочек вот такой зелененький. И это мужской цветочек. Через три дня он становится шоколадного цвета и он становится женским. И нужно кисточкой из вот этого зелененького, в этот коричневенький, ее опылять. Потому что по-другому она завязывается неохотно. Вот. В природе существуют мухи. У нее запах неприятный. Вот видите, совсем рядом пчелки. И вот как они интересуются ежевикой. С каким они азартом здесь вообще летают. Ну, буквально рядом. Вот, летите на аземину. Но нет, у нее не очень приятный запах. И сюда пчелки не летят. Вот, у них, у нее специфический такой запах какой-то вот такой, ну, неприятный. Вот. Он привлекает мух там, где она растет. Но эти мухи не водятся у нас. Вот, в чем дело. Вот. А муж сказал, давай мы здесь вот набросаем мусора пищевого. Вдруг мухи все-таки как-то заинтересуются, да и прилетят. Я не знаю, чем это закончится пока что. И мне очень обидно, что в этом году опыление аземина практически не состоялось. И пущено на самотек. Ну, посмотрим. Может быть, этот метод тоже даст хоть какой-то результат. Он пришел, посмотрел и говорит. Мухи там все-таки есть. Вот, видите, там что-то такое сидит на листе. Но насколько они выполняют свою роль в опылении этого растения, я не могу сказать. Пока что она сидит на листике. Я не вижу, чтобы она летала из цветочка в цветочек. Вот. Поэтому судьба плодов аземины пока что под большим вопросом. Невероятно красивое растение. Если все-таки не, как бы, революционных таких мероприятий не придумывать, а просто поставить лестницу, взять, да и опылить. На это уйдет не больше получаса. Вот. Я... В прошлом году у нас был великолепный урожай. Я наснимала много видео. Еще одно прекраснейшее растение. Оно прямо здесь же размещается. Вот его видно. Это золотистая смородина. Она так красиво цветет. Она вся в плодах. Вот маленький кусочек и столько всего полезного. А вот большой кусочек. И удачи, хоть бы тень. Черешня, она имеет обыкновение у нас поштучно. То есть ее всегда можно посчитать. Здесь 10 черешен было урожай. Там или 15 черешен. Ну, в общем, она вот такая у нас. Лысенькая. Очень плохо плодоносит. Это муж напрививал. Вот это дерево он привил. А вот это дерево мы 10 лет назад купили. Плодоносило аж два раза. Поэтому я и говорю, есть очень толковые растения. Есть совершенно бестолковые. Вот ту яблоню мы до конца не вырубили. В надежде вдруг она одумается и что-то уродит. Вот этих дров, которых получилось после вырубания. Ой, муж рубил-рубил это все. Пилил-пилил. Вот там за яблоней целая куча дров. Столько работы. Как же это все обычный способ ведения сада. Он такой трудоемкий. Это какой-то кошмар. Поэтому у меня одна надежда на цветы. И вот когда везде разрастутся у меня цветочки, я их сажаю, сажаю. Вот тогда-то и будет спасение. Я считаю, что кусты в сто раз лучше деревьев. Я не помню ни одного года, чтобы у нас не было смородины. Она всегда есть. Уход за смородиной мне облегчает хоста. Я это сто раз уже сказала и показала. Под смородиной вот так растет хоста. В результате у меня ни прополки, ни бурьянов. У меня просто сплошная радость и красота. Ну а настроение в саду мне продолжают поднимать мои любимые цветочки. Крапиву я спалывать не спешу. Это главное мое удобрение в июне для цветов. Она уходит. Ее я и не замечаю. Ее потом мало. Еще бы где взять. А ее нет. У меня несколько шалфейчиков есть. Вот это шалфей змеиная кожа. Ох и красавчик. Просто фантастический. Я его еще не показывала. А вот это у меня таволга золотая. Смотрите, какая классная. Она позже всех таволг сходит. Ой, какая она классная. Ну, она-то уже взошла давно, но она вот такая желтая после последнего дождя. Она вообще золотая. У нее такие вот желто-лаймовые листья. А вот эта змеиная кожа вообще шикарная. Были такие холодные ночи, и вейгела засушила свои цветочки. Там должна цвести вейгела. Я так мечтала об этом кадре. Ярко-желтая капуста. Смотрите, как пчелам нравится. Пчелы просто балдеют. Но вейгела, она не такая у меня здесь страшненькая. Она очень красивая, бордовая, живая. Но вот эта ночь холодная, она просто погубила цветы вейгелы. И пион мой ощипанный, но непобежденный. Он не поддался на эту холодную провокацию. И вот это чудо, оно только увеличивает кисточку. Смотрите, какие шикарные кисти. Просто шикарнейшие. Так, память у меня уже заканчивается. Всем здоровья и всего самого замечательного. Спасибо. Субтитры создавал DimaTorzok